Привет, зритель! Снимаю при свете из окна по-быстрому перед тем, как поехать на Озон, который вчера закрылся на час раньше без уважительной причины, чтобы забрать свои заказы. Короче говоря, я вчера на Вайбере забрала вот такую штуку чудесную, сейчас заодно руки ей помажу. А еще вчера купила в нужных вещах зубную пасту, я хотела какую-нибудь супер дешевую зубную пасту, типа там и рублей за 28 максимум, из какого-нибудь доброцена, ну у меня до туда руки еще не доехали, вместе с ногами на велике или в чем-нибудь еще. В этом самом светофоре, где я была где-то там, не может, неделю назад, супер дешевой пасты, как раньше уже не было, была какая-то там паста с чем-то, какой-то там колгейт, я думаю, нафиг, я хотела купить зубную пасту фирмы Модем, или как-то так, или Модем, хрен знает ее. Ну, короче, какую-то супер дешевую зубную пасту, которой можно было раньше купить, русскую дешевую зубную пасту в каком-нибудь там светофоре, или как я видела единственный раз, когда была в доброцени, в пределах 30 рублей, при этом она там чуть ли не 200 грамм, в деревню. Но так как такого, счастья мне не случилось, а дешевой корейской зубной пасты в пределах 150-130 рублей на Азоне Левайберс я не нашла, она увидела какую-то там day-to-day care, и внезапно я увидела эту day-to-day care два раза дешевле, 57 рублей в нужных вещах. Правда, она уже два года как лежит бесхозная, и была последняя, и 36 месяцев у нее срок годности, 100 грамм тут. В феврале 2020 года она сделана, и до февраля 2023 года она будет жить. Я думаю, мне ее как раз хватит, этих 100 грамм, на все лето в деревне, или, ну, сколько я там буду, короче, вряд ли я там буду, совсем все лето, у меня давно уже такого не было, чтобы совсем все лето было. Она аюрведическая зубная паста отбеливания. Блин, я только сейчас увидела, что она отбеливания, я думала, она просто такая обычная зубная паста. Надеюсь, ее можно будет юзать каждый день. Здоровые десны, свежее дыхание, крепкие зубы, соль, лимон. Тут где-нибудь написано, как ее вообще юзать. Вроде как нигде не написано. Ну, в смысле, что нет надписи, что типа только раз в неделю, или типа того. Если ты подобная паста юзал, дай знать в комменты. Аюрведическая зубная паста Day to Day, соль, лимон, с уникальным сочетанием чистящих свойств лимона и соли, и других лечебных травм, помогает удалять темные пятна и предотвращает по явлению зубного камня, обеспечивает вам сверкающую улыбку и белоснежные зубы. Бла-бла-бла. Что это у нас тут еще? Да, это у нас Индия, Нью-Дели, 12 месяцев после вскрытия. Она, на наше счастье, зафольгированная. Мы ее пока вскрывать не будем, хоть... Ну да, я ее сейчас пока пользоваться не буду, я ее еще даже не увезла еще. Вот. И тут тоже в феврале 2020 года она сделана, пропечатана. Вот такая зубная паста, 57 рублей всего лишь. Так, и вот такая чудесная штука, о которой я писала в телеге, если ты на телегу подписан, подписана, подписана, короче, если ты подписан, то ты как бы это видел. Меня просто вчера в чате телеги, который как бы раньше был чатик бложек, а сейчас сам по себе, подписчица, она попросила, когда уже будет абзурд на косметику какую-нибудь. Я думаю, блин, у меня там этот уход, парфюм, в этом... Трасс будут марк-апрель, пустые баночки. Я хотела их вчера записать, но у меня не случилось. Ты, возможно, видишь гарнитуру, она еще не подключена, просто я собиралась, одевалась, а подумала, может мне пока свет из окна записать этот ролик, пока на башке вот что-то такое пышное. Не поверишь, я голову мыла гелем для душа. Я что-то так это подумала, думаю, гель для душа, он так обалденно пахнет. Я с ним делала пену для ванн, а он тут еще и... еще есть. И будет в пустых баночках этого месяца. Думаю, на, помыть им башка. Я им помыла башка и волосы, даже это... Хорошо себя чувствовали. Гель для душа. Эй, вам не помню название. Это, в общем, у нас. Не поверишь. Хорватский. Гель для ухода за кожей. Алло, я вера. Артикул свайберс я тебе напишу в инфобоксе, но если что, ты можешь посмотреть его еще и в чате. В блогике, в телеге, на телегу есть ссылка в инфобоксе, также на самом канале. Короче, за 116 рублей покупала баночка 250 миллилитров. Ордиона. Скинкаекель. Алоэ Вера. Алоэ Барбароса. Барбаденсис. Точнее, даже так. Оно было запечатано в эту такую пленочку. к следу, скажем так. Я еле врубилась, как его открыть, потому что оно очень плотно тогда сидело. И сейчас уже вот оно, как бы его реально открыть. Вот здесь есть такой, как бы, хвостик, но он такой коротенький. За него фиг удержишься. Вот оно такое. Оно очень такое, желеобразное. Я в каментах еще прочитала у кого-то, что типа, ну вот, типа, все ништяк, но оно как желе. Я так офигела, думаю, правда, что ли, как желе? Надо заказать. Да еще такое дешевое. И оно реально как желе. Там в составе есть, помимо алоэ, глицерин, мне кажется. Ну, я сейчас уточню. Оно имеет очень странный, приятный аромат. Ну, знаешь, зритель, вот само алоэ, отрежу себя дома столетник, или алоэ Вера, так это и понюхай. Вот через какое-то время оно так специфически пахнет. Вообще само по себе алоэ специфически пахнет. Это не пахнет алоэм. Оно не создает липкого эффекта, оно очень быстро впитывается. И ранки, которые на коже оставляет моя кошка, или я иногда ножом, но я чаще ножом шарахаю по ногтю, а ногтю не больно. Оно, как бы, нормально. Обычно каким-нибудь кремом намажешь для рук, если ранка была, или даже маслом растительным, типа горчичного, неочищенного, не рафинированного, я тут мажу руки на кухне, когда сижу. Иногда больно, я смываю масло и мажу уже там алоэ гелем или алоэ верой, да, или калаж дживаном. А тут точно так же очень хорошо, оно как бы впитывается, не больно, и точно так же, как обычный алоэ гель, который как гель, заживляет ранки. Руки мягкие, второй раз уже мажу, да. Я на лицо пока не пробовала. У меня там совсем чуть-чуть осталось, вот, в пустых баночках того алоэ геля полли, но оно, оно реально пахнет, как хороший дорогой крем. И оно как бы такое, реально, как желе. Я ещё подумала, может мне мой алоэ, у меня там малюсенький кустик, кусочек, кустичка такого в морозилке лежит, может его измельчить, с желатином смешать, и будет мне счастье. А потом у меня был ещё кусок алоэ старого, я его пересадила, там кусок такой остался, я воду его тупо сунула, думаю, потом что-нибудь с ним сделаю. И пока я думала, что-нибудь с ним сделать, у него пошли вдруг корни от этой палочки, которая практически сухая была, я поняла, что да вот зверство, если я его пущу на какой-нибудь алоэ гель из этого, но он не алоэ, вера, он столетник, этот столетник вдруг пущу, ну просто алоэ, какой-нибудь гель алоэ. И он у меня стоит пока в воде, этой палочкой сверху такая зеленуха, снизу такие корешки, думаю, да, потом земли из сада привезти, взять ещё там один горшочек из сада и пересадить его. Оно напоминает, знаешь, вот сделаешь иногда такой мармелад на агаре и чутка, может, средне так вот, или переборщишь этого агара и решишь перемешать, это его где-нибудь там поломать, или не очень так переборщишь. Вот когда агар такой, когда агару не совсем есть за что зацепиться, и он такой как бы, вот ты его перемешиваешь в мисочке, ну так вот думаешь, ну ладно, перемешаю, переварю, и вот он такими как бы кусочками. Видишь, да? Оно даже от стеночек отступает тут. Дофига дешёвый, самый дешёвый на мою жизнь, наверное, этот алоэ, ну на самом деле, самый дешёвый, это те три по 160 миллилитров, которые я покупала за 150 рублей на Али, когда у меня был какой-то скидочный купон. Так, чё тут у нас? В самом начале вода, потом содиум, карбомер, потом алоэ, вероэкстракт, потом глицерин, потом какая-то фигня, потом ещё какая-то фигня, потом парфюм, потом фигня, линолол, цитронел, CL42051 и какая-то ещё типа эллоэ. Ну, в общем, голубой и жёлтый, это видимо красители, они делали нам зелёный цвет, вот этот вот зелёный цвет. И вот это мои, как бы, косметические покупки, одна для деревни, а другая для вот сейчас. Я ещё подумала, если он будет нормальный, то если ещё при этом будет в наличии, будет за ту же примерно более-менее цену, вчера он уже был 117 рублей, то я себе закажу такую же деревню. Если ты таким пользовался или уже в курсе про эту хорватскую косметическую компанию Адриона, дай знать в комментах. Ну, или так просто мотай на ус вот такой недорогой алоэ гель, гладкая такая кожа рук от него. Можно купить на Вайберис, на Азон, я его не видела. Всем спасибо за просмотр и пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.